СМОЛЕНСКАЯ АЭС Депутат Государственной Думы Российской Федерации встретился с атомщиками. В Десногорске прошел областной этап конкурса «Знаете, каким он парнем был». Фестиваль постных блюд. Спортивная жизнь нашего города. 30 марта 2016 года атомный гигант «Смоленщины» выдал в сеть 600 миллиардов киловатт-часов электроэнергии с момента пуска первого энергоблока. На сегодняшний день «Смоленская АЭС» достигла рекордной выработки электроэнергии. С начала эксплуатации наши энергоблоки выдали в сеть более 600 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Таких показателей удалось достичь благодаря слаженной работе всего коллектива, обеспечивающего безопасную и надежную эксплуатацию атомной станции. На плановом совещании с руководителями подразделений директор станции Александр Васильев сообщил о работе атомных станций России. В работе 23 энергоблока с общей мощностью 18 070 мегаватт. Это составляет 93% от плана текущего года. Выработка электроэнергии находится на уровне 99% от планов показателей и составляет в целом по концерну 53 миллиарда 336 миллионов. О техническом состоянии Смоленской АЭС сообщил главный инженер предприятия. На Смоленской АЭС в работе находится второй энергоблок, мощность 1043 мегаватта, первый энергоблок в плановом ремонте. Энергоблок номер 3 выведен в неплановый текущий ремонт. Существенных замечаний по работе еще в основном оборудовании препятствующих несения нагрузки нет. За 4 дня апреля энергоблоки Смоленской АЭС выработали 131 миллион киловатт-часов электроэнергии. С начала года выработка составила 5,8 миллиарда киловатт-часов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. Молодежная организация Смоленской АЭС является одной из самых крупных в регионе. Такое мнение высказал на встрече с молодежью станции и других организаций города депутат Государственной Думы Российской Федерации от Смоленской области Артем Туров. В рамках встречи молодые атомщики смогли услышать от депутата ответы на волнующие их вопросы о развитии спорта, молодежных программах, жилищно-коммунальной сфере, социальной обстановке, перспективах развития города и всего региона. Могу констатировать, что вот та организация, то движение молодых атомщиков, которое есть на предприятии, наверное, действительно объединяет талантливую молодежь, которая переживает, которая волнуется за как будет развиваться отрасль, как будет развиваться город, в котором они живут. Сегодня разговор показал не только их заинтересованность, но и информированность. Мы договорились, что будем теперь регулярно встречаться, обмениваться мнениями. 1 апреля в Нитрино прошел областной этап конкурса «Знаете, каким он парнем был», организованный региональным отделением партии «Единая Россия» в честь 55-летия со дня полета Юрия Гагарина в космос. Оценивало участников профессиональное жюри во главе с заслуженным артистом России балетмейстером Анатолием Полозенко. Очень много интересных коллективов и интересных номеров. Я хочу пожелать участникам отличных выступлений, прекрасных эмоций. Своё мастерство на суд зрители и жюри представили 13 танцевальных коллективов. К хозяевам присоединились артисты из Ельнинского, Починковского, Монастырщинского, Шумячского и Росвельского районов. Тепло принимал зал ансамбля сектора культурно-досуговой и спортивной работы Смоленской АЭС «Веселинка» и «Радуга», а также хореографического ансамбля Десногорской музыкальной школы «Кружевница». Все коллективы отмечены благодарственными письмами от организаторов. Итоги конкурса станут известны 12 апреля на галоконцерте в Смоленске. Там же состоится и награждение финалистов во всех номинациях. Смоленские атомщики приняли участие в областном фестивале постной кухни по приглашению митрополита Смоленского, Ироссовского и Сидора. Фестиваль прошел 2 апреля в Смоленске в культурно-выставочном центре имени Тенишевых. Он объединил приходы храмов и монастырей всех благочений Смоленской епархии, представителей общественного питания области. Конкурсанты представили для дегустации несколько сотен постных блюд. На территории благочения Десногорского находится и градообразующее предприятие нашего города Смоленская атомная станция. И в этом фестивале мы участвуем вместе и Десногорское благочение, и сотрудники атомной станции в лице работников санатория-профилактория «Лесная поляна». Блюда, представленные на конкурс санаторием-профилакториям Смоленской АЭС, завоевали первое место. Коллектив столовой дружно принялся изучать ассортимент постной кухни и их приготовления. Девушки работали с большим воодушевлением и энтузиазмом. Кухня нам понравилась постная, заинтересовала нас. Некоторые блюда мы приготовили, привезли сюда. Миндальный сыр без молока, сладкие пирожки с солеными огурцами, рисовые кулички с тыквой, морс брусничный с можжевеловыми ягодами, чечевица, запеченная с овощами, разнообразная постная выпечка. Это далеко не весь перечень блюд, представленный десногорцами на конкурс. Все они получили самую высокую оценку жюри и гостей фестиваля. В состав жюри вошли митрополит Смоленский и Рословский Исидор, вице-губернатор области Ольга Окунева, представители духовенства региона и пищевой промышленности. С 26 по 29 марта город-спутник Смоленской АЭС принимал финал первенства Центрального федерального округа по баскетболу. Проведение в Десногорской соревновании всероссийского масштаба стало возможным благодаря проекту развития детско-юношеского баскетбольного движения, который курирует генеральный директор концерна «Росэнергоатом», депутат Смоленской областной думы Андрей Петров. Любой игровой вид спорта развивает коллективное мышление, то есть он развивает умение работать в команде на одну цель. За полтора года, что действует проект, город-спутник Смоленской АЭС превратился в баскетбольную столицу региона. Такой статус обеспечили три составляющие. Первое – это блестящая материально-техническая база как закрытых, так и открытых спортивных сооружений. Второе – это прекрасный тренерский корпус. И третье – это люди. И прежде всего руководители Смоленской атомной станции, руководители муниципального образования города Десногорск. Десять команд показали в финале первенства ЦФО яркую игру, свое мастерство и победный настрой. За четыре дня в физкультурно-оздоровительном комплексе Десна прошло 25 матчей. Золото досталось команде из Орла. Серебро увезли в Павловский посад. Бронзу завоевали юноши из Белгорода. В нашем городе интерес к занятиям пауэрлифтингом постоянно растет. И этому виду спорта уделяется большое внимание. В ноябре прошлого года в реабилитационно-оздоровительном и досуговом центре Смоленской АЭС было открыто новое помещение атлетического клуба «Самсон». Председатель клуба Максим Сафронов и тренеры Виталий Иконенков и Вадим Соловых уже наладили работу клуба. И сейчас в нем в своих группах занимается около 50 человек в возрасте от 14 до 67 лет. Существует индивидуальный подход каждому человеку. Предварительно мы смотрим на его физическое состояние, что он может сделать. Исходя из этого, мы расписываем предварительную программу, по которой он работает. И потом уже идет корректировка в ту или иную сторону. Занятие спортом дает мне хорошее самочувствие, здоровье, красивую фигуру. Физическое здоровье развивает характер, силу воли. Для полноценного занятия спортом в помещении клуба были созданы все условия. Сделан ремонт, закуплено новое современное оборудование. Когда узнав, что открывается новый современный зал в новом помещении, я тут же вернулся обратно к занятиям спортом. Нас поддерживает зам. директора по управлению персоналом Смоленской АЭС Анатолий Александрович Терлецкий. Не оставляет контроль за нами бывший директор, ныне генеральный директор Андрей Винальевич Петров. Также оказывает нам помощь. Единая Россия в целом, под эгидой которой мы находимся, мы пользуемся их поддержкой. Значит, без них ничего бы не было. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. Хороших вам новостей и всего самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова